Ну что, всем привет. Сегодняшний год мы начинаем снимать из окна поезда, потому что мы решили в День Святого Валентина поехать куда-нибудь. И этот раз мы выбрали Пополе. Ближайший билет, который был. Пополе находится 80 километров от Кротсу, билет очень недорого, поэтому мы решили поехать. Так, вот этот поезд, кстати, каждый раз. Мягкие сиденья, удобные. Закно без 15. Да, закно без 15, вообще отлично. Так что, встретимся с вами в Пополе. Пока-пока. Мы все-таки решили показать вам вид из окна с поезда. Блин, реально так прикольно, это не видно, красиво очень. Ну, сейчас-то еще не самый, наверное, красивый район. Ну, блин, реально очень красивый. Самое главное, плюс 15. Ровно. Да, зима. Если вы понимаете, очень. Сейчас мы продолжаем какой-то двухкоматный городок. Ну, маленький, наверное, может даже деревня, да? Да, я думаю, поселок отельки. Ну, там вот виднеется тоже какой-то костел. Даже в поселке есть костел. Да, мы едем 150 км в час. Скоростной поезд какой-то. Это по Интерсити. Так что, можно ездить. Получается, в Ротслав-Ополе нам обошлось 25 злоток на двоих. 26. Вот так вот. Так что, можно ездить. Видите, все уже танцыли, находясь на месяц и февраля. Вот, красота какая. А, это мы уже приехали в Олаву. Потом следующая остановка у нас Бюджета, потом Ополе. И мы уже упакованы. Кстати, ехать нам, получается, мы выехали в 13.27, а приедем в 16.05. То есть, достаточно мало ехать. Так что, вот какой-то завод. А, складывает про люкс. Вот реально интересная дорога, если что посмотреть. Так что, вот такие дела. Ну, что, из-за вас, здравствуйте. Мы уже при Болевополе. Ну, вот. Теперь мы находимся на вокзале. Вот такой вот вокзал. Так, так. В Кантане. Еще народу вместе с нами уехало. Вот, так что выходим. Заходим внутрь, да. В вокзала. Вот, так это все выглядит. И... И... Идем в Гибель-центр. Через Перекоп, я так понимаю. Да. Кстати, вчера же мы ходили все-таки на 51-м консервах. Супер это было. Ну, честно сказать, я не очень восхищена этим фильмом. Да. Потому что я прочитала... Ну, все книжки, но... Те, кто читал, говорят, что... Ну, вот, не очень. А те, кто не читал, все в восторге. Ну, будем ждать следующих частей, потому что конец они как-то так оборвали, и нам не понравилось. Да, просто так. Так, а теперь мы выходим на улицу, не знаю какую, 1-го мая, да. И... Ну, в общем-то... Та-да-дам, та-дам. Мы вышли... А, это ПКП, наверное. ПКП это... Это вокзал, значит... Пейсбол. Автобус. А, ПКС, вот. А, ПКС, автобусный вокзал. Да, ПКС, автобусный вокзал. А мы идем... Куда-то мы идем, я не знаю даже, куда мы идем. Вот, почта. Короче, мы куда-то идем. Я так понимаю, что... Мост какой-то, смотрите, мост. Город, значит... 130 тысяч населения. Маленький город. Компактный вообще. Меньше, чем наш родной, в два раза. А чем был, слов, и подавно. Вот. Так, как видим, повода солнечная. Все отлично. Легкий ветерок. Чипа вон не мешает. Поезда суперконечная. ПКП Интерсити. Да, ПКП Интерсити. Запомните, если будете ехать куда-то в ближайшие... Места. Можно, кстати, он и далеко едет. Вообще, у нас же был на Краков. Ну вот, да. Который мы ехали, ехал он на Краков. До Кракова часа три. Плюс-минус, может быть, там, два с половиной. Поэтому, получается, 80 километров проехали за сколько? За 40 минут. Ну, так что часа за два, в принципе, можно будет и до Кракова доехать. От врослого. Дешево, комфортно, быстро. Чем куда-то комфортно. Да. Поэтому стоит. Вот сегодня день с того Валентина. Как мы видим, сердечки, цветочки. Романтика. Ну, искусственное, наверное. Может, что-то любят искусственное. Конфетно-букетный период. Так, теперь мы идём в центр. Вот как центр найдём, так к вам сразу и вернёмся. Итак, с центра мы пришли вот на набережную. Мы так подозреваем, что это, скорее всего, речка Шлинза. Ну, а вообще, в Опале и во Врославе такие речки, как... Господи, как это? Одра. И Шлинза, вот. Одра, она огромная, конечно. Поэтому это точно не она. Вот такая вот набережная красивая. Здесь дорожки, я так понимаю, для бега. Вот уже зелёные растения, лавочки. Всё так аккуратненько сделано. Но напоминаем, 14 февраля. Да, 14 февраля, действительно. Очень красиво здесь. Город хоть и небольшой, но очень атмосферный. И вообще... Кстати, город побратим в Украине. У Ополя Ивано-Франковск. Мы всё ещё в центре Ополя. Так, это какое-то заведение с разными вкусностями. Дальше, дальше, дальше. Это ратуша. Уже с другой стороны показываем вам. Идём мы теперь куда-то вверх. Мы не думали, что нам тут понравится. Да, не думали мы, что нам здесь понравится, но нам здесь понравилось. Очень атмосферно. Вот, симпатичное такое место. Маленькое, компактное. Есть что-то посмотреть. Чисто, аккуратно. На удивление, зелено очень. Вот. В очередной раз напоминаю о том, что 14 февраля снегом даже и не пахнет. Вот. Везде в основном брусчатка. Тоже прикольно. Какой-то фонтанчик он разноцветный. Тоже так ничего смотрится. Вот, идём дальше. Дальше. Памятник. Какой-то фонтанчик у нас. Да, неясный какой-то памятник. А, на фонтанчик. Но, наверное, важный для города, потому что очень большой. Такой статный. Вот. Это небольшой скверик. Думаю, весна придёт, станет всё зелено. Будет ещё красивее. Ну, а мы идём дальше. До скорой встречи. Так, теперь мы решили отойти от центра. Мы зашли в какие-то дворы. Предполагаем, что какое-то учебное заведение находится здесь. Да, скорее всего, вот это вот университета польский. Вот это. Только что с Аленой зашли, значит, в аптеку. О, да. Опозорились? Опозорились, да. Говорю. Здравствуйте. Можно мне, ну, капли для носа. День добрый. Можно мне кромпли для носа. И говорю такая. И сорветки. А у нас такая фишка. Мы всё время, ну, если не знаем слово, то мы говорим его по-украински, а вось прокатит. И в чём был прикол? Что в польском салфетке не сорветки, а хустечки. То есть то же самое слово на украинском. Не прокатило, короче. Ну, посмеялись с продавщицей. Ну, продавщица нас поняла. Да, это всё-таки университет опольский. Да. Идём. Это сразу, знаете, возле университета сразу ставят церковь. Вот это правильный подход, я считаю. Грехи потом отмаливать. После сессии. Или во время. Кому как. А у кого-то фотосет. Да, у кого-то фотосет. А у нас тоже. Вот так. Смотрите. Идём дальше. До этого мы вышли по той лестнице. И вот мы уже опять в центре. Это действительно вот опольский университет государственный. Возле него такой скверик милый. Я не знаю, вам, наверное, против солнца ничего не видно. А вот это вот, это коллегиум. Минус. Вот так это происходит. Такая аллейка. Симпатичная. Да, такой маленький городок. Очень уютный, реально. Так, теперь мы идём дальше. И торговый центр. Торговый центр, да. Лара Резорт. Сейчас пройдёмся ещё туда. Я надеюсь, нас выпустит эта калитка. Туда вниз какие-то... Какие-то тайные ходы. Что ли, не знаю. Не выпустят? Что, совсем не выпустят? А может, пойдём по этому ходу? Нет. Ну, пошли, куда выйдем. Так, теперь мы идём по тайному ходу. По тайному местам. Хотя, может, она не тайная, конечно, но... Не важно. Вот, смотрите, как тут красиво. Вау. А может, она открытая, эта калитка? Это же какой-то памятник. Обрадуйте меня. Ну, нет, закрыт. Не в дак. А может, здесь можно пройти? Не, я думаю, это у нас всё закрыто. Я думаю, этот коллеги у нас с кем не работает. Так, тут тоже какой-то ход. Вот сюда. Выпадём вверх. И видим просто другой стороны. Оп, мы опять в этом скверике. Сегодня просто чешуительная погода. Нам повезло, да? Всегда везёт с погодой. Так. Смотрите. О, есть. А вот с ним парочку, расскажи, какие букеты дарят девушкам. Да, вот видите, идёт парочка. Всё самое прикольное. После расцвёвших ролях они дарят друг другу, в лучшем случае, одну, одну несчастную розочку. Поэтому она такая маленькая, совсем, то есть не расцвёвшая, ничего. Жалко, чтобы цветы вяли, не умирают. Вот, а теперь мы идём в торговый центр. Называется он Солярель-центр. Что-то тут. Так, а тут какой-то отель. Ну, тут всё на пяточке получается. Куда ни пойдёшь, ты выходишь в центр. Да. А вот это вот нам всё равно не понравилось. Видите? Вот там такая надпись называется Супелек. Так вот, это мороженое. Видите, что мне не хотелось. Это точно. Теперь мы, в общем-то, зашли в торговый центр. Сразу нас встречают Сиэн-Эй, эскалаторы. Идём дальше в эту пекарную Супелек. Какое-то представление. Дуглос. И вот там дальше какие-то штуки. Сегодня должны быть скидки, по идее. О, Ваварша новая коллекция. Может, зайдём? И вот так это всё выглядит. Какие-то свечки. Ой, класс. Так что... Так, сейчас мы пришли в очень интересное кафе. Вот такое вот красивое. Сейчас сидим, ждём заказ. Ждём заказ. Порции очень большие. Вот. Мы заказали спагетти, салатик. Растояли в очереди. Растояли в очереди, потому что большой ажиотаж. Принесут нам заказ. И мы вам потом покажем. Принесли нам заказ. Вот наши спагетти с руколой. 400 грамм из курицей, да, и соус. 15 злотых. А, с синим сыром. С с голодой плесенью. Да, 15 злотых. Ива какой-то, я ещё не пробовала такой. И греческий салат. Тоже с сыром с плесенью. 9 злотых, между прочим. Очень аппетитно всё выглядит. Я думаю, не останется ни крошки. Приятного нам аппетита! Ну что, мы тем временем уже будем заканчивать наш влог, потому что сейчас мы двигаемся к вокзалу. За билетами? Да, вот так выглядит вечерняя ополя. Поэтому мы уже будем собираться. Отлично провели мы этот день. Красивый город такой. Поэтому знайте, в день всех влюблённых не обязательно, чтобы рядом с вами был любимый мужчина, а просто любимый человек. Да, мы ведь любим друг друга. Нормально в смысле. Да. Если что. Итак, мы выходим вот на вокзальную площадь, или как это даже называть. Ну да, вот такой же вокзал. Так он выглядит вечером. Какая-то гостиница, типа, что-то около того. Вот так вот. Вот такой небольшой центр. Надеюсь, вам понравилась наша небольшая экскурсия по пополе. В следующий раз поедем в какой-то другой город. Да, мы обязательно с вами поделимся вашими впечатлениями. Ну а пока... Ну а пока всем желаем спокойной ночи и всего самого-самого лучшего в этот день и в последующий. Целуем, любим, обнимаем. Пока-пока.